Всем здарова, с вами Виктор Гудман и сегодня я расскажу вам, какие же аниме стоит посмотреть в 2022 году. Поехали! Хочу начать с того, что это мое первое видео на ютубе, именно в формате длинных видео. Поэтому, как тут у вас говорится, поддержите лайком, поставьте комментарий и сделайте красную кнопку серой. Бля, какой кринж. Пояснительная бригада, я буду говорить только про новые аниме, которые вышли в 2022 году. Ни продолжения, ни сиквелы, ни приквелы, а именно новые, свежие, девственные аниме. И, естественно, это мое сугубо личное мнение. Поехали! Биско Ржавоед. Японию охватила ржавчина, причем не только там разные железяки, но теперь она распространяется и на людей в виде болезни. А всему виной, как вы думаете, что? Правильно, грибы. Грибы всему виной. По крайней мере, более логичного ответа люди этого мира не смогли придумать. Оно и неудивительно, когда в небе летают рыбы, бегемоты с пушками пытаются остановить нашего главного героя, который убегает от них на крабе. Видимо, автор тоже немного грибами балуется. Какими наркотиками. Собственно, про что аниме? Наш главный герой Биско ищет гриб Ржавоед, который должен помочь излечить ржавчину. В этом ему помогают краб, ржавый дед, милый доктор с фингалом под глазом, его боевая сестра и очень хитрая лолька. Хотели кучу добротного трэша, экшона, приключений в необычном фэнтезийном мире? То оно для вас. А мы продолжаем. Эта фарфоровая кукла влюбилась. Уже чувствую, как говно льется на меня в комментариях. Но что поделать, если Марин топ лайфу? Ладно, вам наплевать на мое мнение, но даже автор саги о Винонде признал, что балдеет по фарфорке. И что вы теперь скажете? Кратко по сюжету. Прекрасная, позитивная девушка по имени Марин Китагава занимается коспоем. Да не абы каким, а почетным коспоем Эраге игр. Шить, правда, она сама не умеет. Но аниме было бы не аниме, если бы не появился прекрасный принц за швейной машинкой. Готовый на все, лишь бы угодить милой даме. Собственно все. Годзю, наш главный герой, на протяжении всего аниме горбатится над костюмами. А Марин радует его своими бубсами. Вам этого мало? Да за одну серию, где ГГ снимает мерки с Китагавы, я готов дать аниме Оскар. Если бы он, конечно, существовал. Такой накал страстей, переживания. Годзю переступает через себя, берет всю волю кулак и... Это вы уже сможете посмотреть в самом аниме. А мы продолжаем. Семья шпиона. Это аниме, про которое, я думаю, уже все слышали. Оно нифигово так хайпануло. И я считаю, что это заслужено. Ллойд Форджер. Местный агент 007. Получил задание, для выполнения которого ему в срочном порядке нужно завести семью. А как говорил Доминик Старрента... Самое важное... Это семья. Поэтому он берет только лучших. Аня Форджер. Милейшая девчушка, которая на самом деле умеет читать мысли, пожирать арахис и делать... Йор Форджер. На первый взгляд скромная, симпатичная женщина. Оказывается, профессиональной, наемной убийцей. Самый главный плюс этого аниме, то что оно подойдет реально всем. Тут есть все, что нужно для семейного просмотра. Юмор. Экшен. Милейшая Анечка. Да тут в одной серии даже целый спектакль закатили. Так что, кто еще не смотрел, всем советую. Ну а 1 октября этого года выйдет вторая часть первого сезона. А мы продолжаем. Вас задолбали стереотипные, клишированные сикаи. Тогда это аниме для вас. Перерождение дяди. Аниме расскажет про дядю, который 17 лет провалялся в коме. А когда очнулся, рассказал, что все это время был в ином мире. Времена изменились, а все, что он умеет, это играть в Сегу и использовать магию. Да-да, он может использовать магию в реальном мире. Так почему бы не начать обузить эти способности, подумал племянник и тут понеслась. Завести ютуб канал, где дяди используют магию? Отличная идея. Сгонять на другой континент за посылкой, чтобы не платить за доставку? Да не вопрос. Аниме наполнено отсылками на различные тайтлы, будь то Евангелеон или Атака Титанов. Также плотно выстебаны все клише жанры, ведь где мы еще сможем увидеть, как грузовик Сан промахнулся? Киберпанк. Бегущие по краю. Честно сказать, я не ждал от этого аниме ничего интересного. И мой бог, как же я ошибался. История про обычного парня по имени Дэвид. Живет он в городе будущего, Найт-Сити, где всем правят корпорации, а люди обвешаны киберимплантами. Вся жизнь нашего ГГ идет по наклонной, и он присоединяется к киберпанкам, местным нелегальным наемникам, выполняющим грязные делишки. По ходу аниме они становятся для него настоящей семьей. А как говорил Доминик Туретто... Нельзя отворачиваться от семьи. Даже если она отвернулась от тебя. Аниме полностью передает вайп киберпанка, персонажи, красочная рисовка, жестокость. А музыка в этом аниме заслуживает отдельных аплодисментов. В общем, спасибо студии Триггер и CD Projekt Red за такое прекрасное произведение. Всем советую. Также стоит выделить игру друзей для любителей таких аниме, как Добро пожаловать в пост превосходства и Данганромпа. И да, я наслышан про аниме летнее время, но я его еще не посмотрел, поэтому и говорить про него тоже ничего не буду. В этом году нас ждет еще как минимум ультра хайповый Человек-бензопила и много других аниме. Напиши, какой аниме ты бы добавил в список лучших аниме 2022 года. А на этом у меня все. До скорых встреч.